Привет всем! Часто бывает, что единственным свидетелем преступления оказывается ребенок. Но, как известно, дети обладают ярким воображением и зачастую бывает сложно определить, где в их рассказах правда, а где вымысел. Сегодня я расскажу вам историю одного мужчины, который уже и сам запутался, во что ему верить. Только не забудьте подписаться на наш канал до начала просмотра и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Поехали! Маленький Айрон Фрейзер жил со своими родителями на ранчо на тихой жилой улице в северной части Джексонвилла во Флориде. Когда мальчику было 4 года, его мать пропала без вести. Как сообщил полиция его отец Майкл Хайм, они с его женой Бонни часто ссорились, и в тот вечер она решилась уйти от него насовсем. Майкл старался удержать жену, но ему не удалось. Бонни ушла, и с тех пор они с сыном ее больше не видели. Полицейские не поверили слова Майкла. Дело в том, что некоторые детали указывали на то, что Бонни Хайт могла исчезнуть совершенно при других обстоятельствах. Во-первых, горничная отель, расположенного неподалеку от международного аэропорта, нашла в мусорном контейнере бумажник Бонни. Чуть позже на стоянке в аэропорту полиция нашла и автомобили матери Айроны. Но было одно странное обстоятельство, смутившее полицейских. Сидение водителя было отодвинуто на такое расстояние, что невысокой Бонни было бы совсем неудобно сидеть за рулем. Казалось, его отрегулировали специально подрост Майкла. Когда же полицейским удалось поговорить с самим Аароном, мальчик рассказал, что в тот вечер пепа сделал маме больно. Это окончательно убедило правоохранителей в том, что к исчезновению Бонни Хайт причастен ее муж. Но, как говорится, нет тела, нет дела. Так как было недостаточно улик против Майкла, делу так и не дали ход. Рассказы четырехлетнего Аарона были настолько сбивчивыми и противоречивыми, что никто из родственников не воспринял их всерьез. Тем не менее, после исчезновения Бонни было решено передать мальчика в другую семью. Аарона усыновили, и он получил новую фамилию – Фрейзер. Со временем мальчик и сам сомневался, помнит ли он о том, что сделал с матерью его отец, либо же это была всего-навсего игра его воображения. Хорошо ли вы помните то, что происходило с вами в четыре года? А учитывая стресс, который довелось пережить Аарону, неудивительно, что он уже и сам не знал, во что ему верить. Тем не менее, тайна исчезновения его матери никогда не давала ему покоя. Когда Аарону исполнилось 24 года, он подал в суд на родного отца и отсудил у него 26 миллионов долларов и свой родной дом. Вернувшись домой, он знал, что делать, мужчина вместе со своим Шуриным вызвали экскаватора. Машина стала разбивать бассейн на заднем дворе. Когда огромная бетонная плита была разломана, мужчины начали рубить бетон кувалдой, пока не наткнулись на полиэтиленовый пакет со странным содержимым. Присмотревшись, они поняли, что в пакете лежали человеческие останки. Воспоминания Аарона оказались правдой. Теперь у полиции были основания открыть дело. К тому же, вместе с останками был обнаружен кожух оболочки 22-го калибра. Майкл предположительно владел винтовкой того же калибра. Родственники Аарона признались, что хоть им и больно вспоминать об этой трагедии, чтобы продолжать жить дальше, нужно поставить точку в этом деле. Что же касается самого Аарона, он рад, что правда наконец вышла наружу, ведь тревожные воспоминания из детства не давали ему покоя. На этом все, дорогие друзья! Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. И, конечно же, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного интересного ролика.